здравствуйте друзья 1 марта поздравляю с первым днем весны вот правда здесь пока весна не пахнет но это же сибирь вот и и опять на том месте кто-то даже из вас заподозрил что она какое-то заряженная до заряженная вот 38 лет назад уже больше 39 купив здесь дачу я пошел сюда за водой колодца не было еще меня не делал и в этом месте меня пробрала такая дрожь я это место запомнил навсегда сейчас вот десяток фильмов снято как раз то место где я сижу в машине потому что пока еще снимать фильм на морозе еще пока некомфортно о машине тепло можно сказать тот же самый парник или тот же самая теплица внутри машины вот и вспоминаю чего все началось это началось все с того так кто-то я а нет это не меня это возит нас баллонах так значит началось все с того что восемьдесят третьем году кажется появился журнал присадебное хозяйство вот я тут же перезнакомился кажется восемьдесят третьем но выписывать началось где-то с восемьдесят пятого да с восемьдесят пятого уже выписывал а до этого попадались просто на руки и библиотеку ходил когда я брал журнал присадебное хозяйство руки мне руки тряслись от волнения от возбуждения это было я не знал тогда что большинство советов вредно опасно смертельно глупая и бесполезно потом был конфликт с ними провокации были со стороны это редакция журнала в отношении меня вот было дело я приобретал популярный журнал терял популярность когда-то был и миллионной тиражи потом оказалось что но нет было у меня знаете почему у меня на душе это накипело я не собирался подставлять но если ты рисуешь эту схему с ямкой а я вижу что это ямка смертельная вот во всех отношениях и то что проседает и начинает гнить и то что то туда задается все что от чего гниют корни все это но почему тебе в следующем номере вашу мать извините я уже это почти мат вот почему вам следующем номере не не напечатать мою статью что этого не надо делать ну почему если уперлись то что ямка тогда навсегда на сто лет вперед как одно время подружился не буду называть фамилию одна была которая мне ненавидела а вот это было уже после юдиная юдиная мы дружили вот она она меня печатала царство небеса но после нее в такое началось одна со мной это самое по головке глади там мы вот такой замечательно это вот а другая меня ненавидит и и и кознь строит прям буквальном смысле вот и в этой ситуации что получалось журнал терял еще благодаря мне тоже вот терял свою популярность быстро терял а дискуссии 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 нужны были дискуссии дискуссии почему нет почему нельзя противоположным взгляд печатать но откреститься железь сказать вот есть такой в сибири этот самый уже не городской сумасшедший а сельский допустим сумасшедший как на краснокутерский вот он пишет а может быть что-то в этом есть а почему-то у него сайте сорта лучше чем у в институтах сразу образцы можно было нет и вот он в годы популярности он приносил при пользу и вред но он благодаря ему инведиции журнал был который печатал эти адреса под фамилию который печатал телефон было было и вот за это ему благодарность мы перезнакомились вот я дружил с несколькими крупными учеными но почему они мне все время говорили одно и то же вот давайте так и меня сейчас если вот туда вот там вот сибирки растут вот целая это не сибирки одичавшие ранетки вон целая рощица прямо на нее показывают вот а вот здесь вообще дикари из дикарей потому что им по 40 50 лет вот я ничего не выдумываю мне дальше ходить то не надо было и почему они мне говорили что сибирки несовместимы конечно несовместимы а у нас к тому времени так как у нас рано началось это все эпидемия садоводства для хорошие слова подобрал да эпидемия садоводства то у нас вот эти самые деревья которые культурные а культурные все-таки были привозили отовсюду из питомников привозили с юга пришли украины привозили какое-то время они цвели плодоносили прежде умереть причем журнал последних активно помогал их уничтожить активно помогал их уничтожить своими советами но цветет а сибирка вот 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 понимаете вот здесь вот вот здесь было примерно 20 яблонь жигулевских вот тут и сейчас нету умер хозяев умерли деревья тут но была уже другая причина бактериальный рак вот и здесь же получается метров 30-40 сибирки настоящие знаете размер сибирок посмотрите на ноготь на мизинцы видели вот такие вот еще меньше были вообще можно сказать классический горох что было дальше переопылились и вот тут же смотришь они начали укропняться сегодня с утра фильм снял там женщина заподозрила что результат моих огромных что у меня абрикос супер серафим а он очень огромный плоды вот далеко далеко за 100 грамм и она заподозрила что этот результат телегонии она умница такая потому что телегонии до сих пор ученые стыдливо отворачиваться при этом слове она даже в отношении там до разных скотина она действует действительно вспомните этих кинологов с их собаками вот она действует и потом последнее время такие данные появились интересно я вот забыл фильме эти данные привести вот но в отношении чека она телегония стала матерным словом вы понимаете и не существует а все это влияет на нас и и девочки не хранят свою девственность извините молодежь трахается направо налево почему об этом нельзя говорить а если мы берем садоводство вот почему нельзя это а если допустим получилось так что чуть-чуть оккультурили сибирки и вот подрастает молодняк одно двух трех летки выкапываем приваем на нее самые роскошные яблоки до 500 грамм лесом из 10 9 приживается вот что изменилось сама природа стоило появится культурным садам и лес лес тайга стала оккультуриваться а этого не знали да я не называю фамилии это известнейшие ученые которые в то время тоже ну которая по крайней мере известность получили и в том числе потому что представляет на письме печатал 3 миллиона экземпляров это что вам шутки стали 3 миллиона экземпляров плюс во всех библиотеках это сколько людей читала и вот мне валерий константинович сибирки несовместимы с культурными но я-то год-два раньше начал чем я это мне сказали я же не знал я же не виноват и вот с них началось плеваю плеваю но какие-то пошли которые пошли с них беру уже уже с них с них я беру эти самые черенки а как получилось что я придумал настояние ментора к а потом перенес это на груши и на абрикосы на сливы и так далее этот метод настояние ментора с первым поколением 2 2 3 случайно получилось друзья никакой гениальных открытий гениально но 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 случайно главное было потом осознать вот ветку берешь ветка получается на прививки от лица допустим на второй год вот передо мной на абрикосе ветки до полутора метров не на всех на единицах на прививку наверное я беру эти полтора метра от ну оставляю 5 6 почек остальные отрезаю так сказав себе вот получился где-то метра двадцать нарезал черенков привил через пару лет они же каждый раз короче 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 ведь это смотришь с этого дерева уже взять нельзя значит я беру со следующего поколения со следующего поколения оно уже второе оно третье оно четвертое и через 10-15 лет у меня плоды о ужас даже не уменьшились хотя все время привал на одни те же манджорцы тридцать с лишним лет с одного и того же дерева тридцать два тридцать пять я брал косточки поращивал получал семца и на них привал но согласитесь что в этом что то есть и вдруг смотрю плоды покрупняться начали и тут я схватился за голову и вот тут было письмо грамотно толковать 4 причины назвал пальцы загибал одна из них было и телегония влияние соседей то есть действительно такие же крупные огромные я бы сказал вот с такими же плодами скажем 100 граммовыми и это повлияло вот но появилась еще одна причина задним умом я крепок да только задним только умом только крепок это то что несколько поколений и они почувствовали себя но когда у них морозостойкость повысилась они страдали от морозов и 1 2 3 поколения а вот 4 5 и они перестали от морозов страдать они пропитаны генами манджурцы причем качество плодов нисколько не хуже они вкуснее тысячи раз и магазинных вот крупность предельно магазин таких абрикосов нет если говорить именно про абрикосы таких крупных никогда не было один раз магазин завезли написали крупноплодный абрикос вот я купил домой почему я заподозрил что-то неладное персиков не знаю а был написан крупноплодный абрикос дома я взял его сфотографировал на весах там грамм 150 или 200 вот а я знаю что такие абрикосы это вообще было бы чудо но я то естественно его съел на всякий случай а кошка оказалась персиковая вот и вот получается следующее вот меня призывали заниматься семенным размножением после специального скрещивания что такое специальное скрещивание для меня это тихий ужас вот вы знаете что такое оскопление нет ну догадайтесь нет почему это по моему слову все знают вы знаете что такое марлевые презервативчики чтобы пальца не это чужая не попадала вот причем имя мне вот это слово больше поразило науки применяется слово кастрирование цветов если бы я кастрировал цветы я бы сам себе вот эти этими же этими же ножницами или чем кастрировать я бы себе пальцы бы поотрезал чтобы я железо кастрировал орган который занимается любовью а вы знаете что все растения занимаются любовью знаете что они радуются этому нет ну когда огромное количество ученых закончил вуза значит их преподаватели учат что дерево неправильно их надо резать 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 вот это для меня страшная вещь это предательство самое настоящее предательство природы вот то что дошло до кастрации цветов кажется безобидным там подумаешь маленький там это вот тычиночку там взял тики нету нет ребят радуются все весь мир занимаюсь любовью размножением радуется и получает от этого это не инстинкт это выше даже этого вот это духовное начало вот я хочу сказать руки прочь как метод